Расскажите о идее вашего фильма. Почему ключи и почему именно вот эта тема затронута? Она как-то касается вас лично или режиссёра или кого-то из команды? Как это вообще всё? На самом деле этой темы изначально не было в сценарии. Сценарий готов очень давно. То есть это сценарий девочки со сценарного факультета. Он просто у неё лежал, она отдала его режиссёру, так как режиссёр наш глухонемой. И у него глухонемая жена. Видимо, он как-то хотел всё-таки тронуть эту тему, потому что для него эта тема очень важна. У него ещё и не моя дочка родилась, поэтому он очень долго работал над этим фильмом, очень долго всё менял, чтобы всё-таки была только эта тема. И ему это очень важно. И мы пытались все вместе, скажем так, вообще не уходить от этой темы, потому что сценарий переписывали очень много раз. И как-то то уходили, то приходили. То есть отличается очень от начальной версии? Очень отличается, да, от начальной версии. Но как бы девочка, которая его писала, помогала нам переписывать. Она как бы понимала, чего хочет режиссёр. Это было очень важно, потому что очень часто было... То есть вы все вместе работали, да? Да, мы сидели дня три-четыре, просто его переделали колоссально, там кто-то что-то хочет, кто-то что-то не хочет. Но в итоге мы пришли к единому варианту и воплотили его. Так вот мне ещё интересно, про ключи. Изначально было название ключей или какое-то другое? Да, изначально было название ключей. Да, то есть они ключи вот проходили... Да, ключи не менялись, ключи всегда шли. Почему они замок, там, я не знаю, почему именно ключи? Ну, потому что хотели как-то ставить такой символ, потому что у нас же строилось всё на ключах. Мы очень часто на них... Да, к доме. Да, к ним была отсылка такая. И ключи это как бы, не знаю, ну, символ нашего фильма, можно сказать так. Вам очень хорошо удалось передать, вот я просмотрела только что, как раз, очень хорошо и тема, вот. И вы очень такой подняли социальную, да, значимую тему. Вы хотите ещё куда-то послать, на какие-то кинофестивали? Конечно, хотим, потому что, ну, всё-таки очень тяжёлая была работа, особенно с детьми, потому что они, конечно, не совсем понимают эту тему. Некоторые дети, которые приходили на кастинг, видимо, их родители туда пихали, потому что они вообще не хотели. И было, да, было очень много детей, было сложно, потому что кто-то, как бы, немножко... Кто-то переигрывал, кто-то недоигрывал, кто-то подходил, но всё равно как-то не понимал, к чему он там, вот. А эти мальчики, как бы, наше спасение, потому что они очень вжились в роль. Как долго вы их искали? Вот сколько нужно было мальчиков перебрать, чтобы найти вот именно этих? У нас было 4 дня кастинга, по... около 50 детей было. Ого, много прошло. Этих мальчиков мы практически в последний день нашли, там, под вечер кастинга. Они просто залетели в наш кабинет, такие, мы сейчас всё покажем. Ну, 5 минут оставалось, и они за 5 минут просто нас убедили. А как вот эта сцена, когда он провалился? Вот сколько минут он был в этой воде ледяной? Это маленький секрет, это был не он. Это было очень... Это был мальчик? Да, это была самая дорогостоящая сцена, очень сложная, потому что это был клуб специальный, это были каскадёры. Проваливались полностью каскадёры, потому что кто разрешит своего ребёнка провалить подлюбиться. Мальчик проваливался на несколько секунд, чтобы он как-то всё-таки не получил обморожение. Чтобы заснять вот этот кадр. Да, мы снимали в феврале, и как бы они и так там все промокли, когда валялись в этом снегу. Но выглядело очень реалистично. Я думаю, бедный мальчик, мы доставили маленького мальчика. У нас всё держалось на этой сцене, и больше всего мы снимали её, конечно. А у кого пришла идея взять каскадёра, или мальчик не захотел, или родители были против, как вы с этой ситуацией выкручивались? Режиссёр просто сказал «хочу», как бы он не знал, как. Было два варианта. То есть, мальчик? Да, он говорит «хочу», он говорит «Ксюша, знаешь, как это можно сделать?» Было два варианта, либо снимать в бассейне, либо искать каких-то каскадёров. Вот и нам продюсер фильма, я не вспомню, как он называется. В общем, я созванивалась с продюсером полуметражного фильма, он говорит «Вот, есть такой клуб, позвоните туда, вам всё расскажут, вас проконсультируют, потому что на площадке должна быть скорая помощь, МЧС, каскадёры, костюмы». На мальчика тоже надевали костюм специальный, чтобы он, ну, если промок, то совсем незначительно. Вот, поэтому, как бы, сначала режиссёр сказал «хочу», а потом мы думали, сидели, как это делать. И он за день до съёмок этой сцены искал деньги на эту сцену. Но он так сильно хотел, потому что не хватало у нас денег, катастрофически. Но зато вышло всё очень красиво, впечатляюще, и я вот реально переживала за это мальчика сделать. Я тоже не переживала, особенно маму. Спасибо вам, что приехали с этим чудесным фильмом.